Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро всем! Всем приятного кофе-пития, всем приятного чаепития! Я выложила пост на счет сироток, потому что мне вчера попросил мой знакомый, отец Кирилл Я его хорошо знаю, он много-много лет занимается, он помогает детским домам Это не значит, что каждый, который мне будет писать сейчас, ой, у меня с ребенком плохо, помогите мне Я просто в это не верю Сразу говорю, что вы мне не писали, не доставались тем, что вы кому-то помогаете У меня просто сил не хватит Вот я выбрала одну вот этого вот отца Кирилла Я его просто знаю Вот, знаю и поэтому знаю, чем он занимается Я ему помогаю Все, что мне будут писать, присылать, просить Это я никому никогда ни копейки посылать не буду И даже пост приставлять не буду Потому что очень много мошенников Я этих и таких вещей боюсь Просто можете вообще не пишите по этому поводу мне ничего Вот, моя совесть чиста Как бы я делаю только то, что знаю, что понимаю А то, что не знаю, то, что не понимаю, то, что я прочитала и никаких доказательств не имею С этим я связываться не буду Я тоже вчера перечислила, сколько могла Сколько могла, я тоже помогла Ну, жалко, деток, жалко Господи, помоги всем деткам Чужих детей не бывает Я даже, конечно, такой поставила Чужих детей не бывает А вот Очень попрошу, тоже уговорю, если она То самое Она, знаете, тоже боится Я сейчас этот пост выставлю, говорит И все, все, кому не лень, начнут мне писать Вот у меня с ребенком плохо Пришлите мне Господи, помоги всем Но я, вот, один человек всем помочь не может Вот, я что могла, сделала Вот, вот, больше я не могу А вот То есть, в ту сферу, в которую я уверена, что это правильно, это правда Туда И мне не будет жалко Конечно, сколько буду Я сколько смогу Столько буду помогать А вот От всей души это буду делать Господи, помоги деткам А вот Ну, не каждому Ну, не каждому, который мне будет писать Не каждому это, конечно Это исключено Вот так вот Так что, мои хорошие, если у вас будет возможность Вот какая-то Вот, вы сами можете с ним пообщаться Он очень хороший человек Отец Кирилл Можете, вот, он Всем отвечает Со всеми Общается За всех Молится там Сегодня вот Он поехал с детьми Вчера у меня плохое было настроение Он мне написал Я, говорит, с детьми Завтра помолюсь Там 50 человек детей 56 человек детей Вот Мариночка, мы за тебя помолимся Сегодня они будут за меня молиться Вот А это я вчера в эфир вышла И он, оказывается, посмотрел этот эфир Потому что, что хандришь Молись Богу Быть ближе к Богу Не бойся Не переживай Вот Так Всё Його Його Внём 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 Яна Головин, приветики, 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 приветики. Девочки, у нас у всех найдется, вот, у всех из нас найдется хоть что-то, чем помочь детям, реально. Они даже, они даже вот грязную одежду принимают и стирают, все это стирают и одевают на детишек. Кстати, я очень много одежды собрала Бетечкину, они у меня в идеальном состоянии, идеально чистые. Ну, они у меня лежат в коробке, не знаю, кто-то сможет найти их или не сможет. Я все думала, отправить, отправить, так и не отправила. А вот, надо их тоже отправить. Мне надо так сказать, если она найдет. На фрукты, сладости нельзя, а вот, есть еще он, он еще, там еще дети, онкобольные, он тоже им помогает. Туда сладости нельзя, туда только фрукты. Вот, и сладкого только фруктыки можно, если у кого-то есть. Ну, вы пообщаетесь с ним, там есть его, по-моему, я указала добро. Ой, мне кажется, я не указала. Мне кажется, я не указала. Глупости сделала. Мне надо будет еще раз выставить пост. Добро, как-то называется там, его зовут Добро. Ну, забыла уже, блин, забыла его указать, его аккаунт. То есть, ты куда мчишь, как пчелка. По делам, девчонки, по делам. Вот. Зашла в банк, не смогла денежки получить, потому что она плохо отправила мне фотографию. Представьте себе, она одну цифру обрезала. Ну, и теперь пришлось уйти. Она трубку не берет, видимо, спит. Вот. Вчера не смогла получить, сегодня не смогла получить, блин. А здесь в банках это целый день, целый день сидишь. Я сегодня так быстро, в мою очередь подошел. И там девятизначную цифру я написала. Надо, оказывается, десятизначную. А там она сфотографировала так, что одну цифру обрезала. Аллочка, привет, моя красавица. Моя девочка, моя чудо-чудо, которое вообще расшифровывает все. Вот, а вы говорите, что вы не видите мои эфиры. Видите, живите. По-моему, вы мне писали сейчас в этот, как его, личку в директ. Нет? Или я ошибаюсь? Вот. Посмотреть. Спасибо, Аллочка, пишет. И я. На всю страну. Моя любовь. Какого-то. Так. Здравствуйте, Марина Тристанок. Князева, привет, моя хорошая. Да, это я. Все, я поняла. Все, я поняла. Обожаю. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Боже мой, так жарко, девочки. Это просто невыносимо. Так, вы растыли. Нет, 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 нет. Ну, у меня аллергия на кондиционер. Я вообще не могу сейчас без кондиционера жить, потому что на самом деле очень жарко. Правда, очень жарко. А вот. А так все нормально. Марина, вы в Китае? Да, 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 я в Китае. Какие планы на сегодня? Ой, работы много прям. Мне сегодня надо поискать какие-нибудь красивые вещички. Скинуть всем моим клиентам. Проверить одну сумку. Луи Виттон мне должны были привезти. Вчера я должна была еще проверить, но я вчера никуда не пошла, поскольку не очень хорошо себя чувствовала вчера. Вот. Морально как-то вот очень устала. И как-то, не знаю, захандрила вчера, захандрила. Так. Ковалевский любит вас. Просто ни хрена не вижу. Вот что вы пишете? Настолько отсвечивается. Хоть и очки у меня от этого, чтобы не отсвечивали. Все равно отсвечивает. Так. Но вы в этом союзе доминант. А он не смог этого выдержать. А хотя у вас был классный тандем. Наоборот. Все. Я не смогла выдержать доминирование. Все наоборот. Все наоборот. Наоборот, ребята. Вы что? Я сама не смогла выдержать. Он, наоборот, доминант. Нет. Я люблю партнерские отношения, равноправие. Очень люблю равноправие. И как бы вот... Я считаю, что это большое уважение к друг другу. А когда кто-то над кем-то доминирует, это просто... Это большое унижение для другого человека, над которым доминируют. Нет. Думаю, все повернется так, как вы не будете ожидать. Ну, не знаю, не знаю. Раиса вам подкатывает. Хорошего вам настроения. Да пускай подкатывает. Господи. К вам. Здрасте. Женщины, которые сами подкатывают, никому не интересны. Вот. Которые сами как-то вот... Ищут с ними встреч. Сами наяривают. Сами поцелуйчики посылают. Сами все. Такие женщины, как прочитанная книга, мужчинам не интересны. Это не потому, что мне не хочется. Дай бог, чтобы у Саши все сложилось, как хочется. Но женщинам надо себя больше ценить. А он такой брутальный мужчина. А он таких женщин, которые сами навязываются. С ними ему не интересно. Им надо, знаете, очень... Очень тонко играть. Прям тонко. Хорошего дня вам, Мариночка. Спасибо вам большое. Вот. Ладно, пройду. Никого нет. Нарушу. Буду нарушать. Стоять не могу. Прям слишком жарко, во-первых. Во-вторых, прочитать ничего не могу, поскольку очень сильно отсвечивает на солнце. Но сейчас уже зайду в метро и буду вас читать. Девочки, пожалуйста, не игнорируйте то, что я выложила пост. Пожалуйста, я вас прошу. Это правда. Это я знаю отца Кирилла. Может, ему написать прям в этот... Блин, как жаль, что я... Мне кажется, я не указала его вот этот аккаунт. Забыла. Ну, сейчас переделаю. Если что, я переделаю сейчас. А вот. Солго, солго. Посмотрите, гонжёта. Здесь уже лучше. Голлевский, Силга, Аец, Голлевский, и у меня, на Африкантовой. Это... Мне хорошо относятся, ему с ней интересно. Ему интересны такие люди, как Африкантова. А вот. Что она тут мяукает? Мяукает прям, девочка, это... Не говори, а мяукает. Африкантова уже требует деньги за эфир и обещает сделать платный вход на трансы. Ой, смех игры. Саша давно понял. И все равно же воздражают нам. некоторые коменты. Раздражаются на некоторые коменты. А что там есть? А что там интересного? А в чем? Нет, давайте не будем про Раису, но это вообще мне незнакомый человек, про нее я сказать ничего не могу. Мне не пишите про нее ничего. Поскольку я никаких комментов дать не могу. Я в общем говорю не про нее, а в общем про женщин. Ну, сделала вывод от того, что мне написали. Я не знаю, это правда или неправда, поскольку я не захожу. Редко захожу в Саши на эфиры, потому что нету просто времени. Захожу иногда, но не всегда. то есть это вот когда уже есть время, очень поздно, ночью еще не спится, вот есть время, как бы могу зайти, так знаешь, мелком посмотреть. отредактировать это плохо, она выходит из топа. Лучше, чем редактировать, лучше стереть и новую делать. Обычно так. Скажите, пожалуйста, Танька курила зубы ужас, как у бомжа черного и шатаются, я не знаю, господи, я столько не замечала, шатаются, зубы, в зубы не смотрела ей, не знаю. Не настолько мне она была интересна, чтобы смотреть ей в зубы. Малечка, передайте, одессе, привет, Ксюше, когуадзе, и всем одесситам, все понятно. Привет, привет, всем одесситам. А вот. Наш ОВД, кто-то не общакам, которые сегодня разнесли по полной. А ну-ка, расскажите, как ее разнесли, что ей сказали. Интересно очень. Она вчера, по-моему, она вчера, по-моему, прошлась, сказала, головы китайоза одинокая с демящей норкой. Что такое демящая норка? Что такое демящая норка? Дура. Дура конченная просто. Все, наверное, чтобы обсуждать человека, если лично не знаком. Все это только предположение, однозначно, да. Это только предположение, которое не имеет никакой почвы под себя. И, как это вот мне писали, вы, наверное, из-за своих грешков в Осетию к родителям пойти не можете прийти. В Осетию. Еще и в Осетию я должна, оказывается, пойти. Я вообще чуть не упала вчера. Анна у меня одинокая. Вот, она одинокая, находясь в семье. Я-то далеко от семьи, поэтому плачу. Я скучаю по своему ребенку. По Бетечке очень скучаю. А вот. А она со своей семьей одинокая. Ее единственная жизнь это эфиры. находится Шакал Приветствую! Здравствуйте! Здравствуйте! Граф Есть поговорка Или у тебя кто-то есть Или ты одинока У меня кто-то есть, но я одинока Ну одна, так и Африкантова Муж есть, но они не рядом Она сама по себе Да, однозначно Однозначно, да Одинокая Думяющая норка, но дура Конечно, одинокая У меня битичка далеко Я по ним скучаю По детям очень скучаю По сыну скучаю, по родителям скучаю Конечно скучаю, по сестре очень скучаю А вот Естественно Мне грустно от того, что здесь одна Все там А вот Ну и это самое А она с ними И одинока Потому что никому она не нужна Все ее цесняются Вот об этом я могу говорить Потому что я ее хорошо знаю Я ее ситуацию хорошо знаю Вот про нее я могу говорить Про эту чокнутую женщину Ну и больная тема Безмену Видимо Олен Гулял свою всю жизнь Кстати, она мне жаловалась Да, что он гулял Что он Любит Попа на два стула Как она это называет И что И что И в фото Засовывал руки И она это мне рассказывала Да То есть Поэтому Может Моя попа на два стула Ее и не дает покоя Что Ее мужу нравится Попа на два стула Вот так вот А у нее ее нет Вот Она ходит Со своей плоской попой Бегает Вот Слушалась с Валерой Нет, нет, нет Они Ну, брыжут Как родители Они Ну Приходят Ребенку Постоянно Каждый день Почти с Валерой Большой был Отец И тот Валерий Что правильно И делает На самом деле Для ребенка Это важно Мама Папа Он очень любит Она очень его любит Как я поняла Один раз Она его не отпустила Почему она плакала Что она безможенна Это так Если вы выбросите У вас яркий Океан Открытый Вы На воде Под водой И Празом Поплывете И еще Здесь же спасательный Где-то Случайно Идете Ну вообще В общем До берега Да Плывете Ну да Я это Борис Аблик 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 Он Начнет Всех Обзирать И бог Огневить Заболит Топоплотой И говорит А я в тему Про папу На А я в тему Про папу На Росту